Здравствуйте! Советский район один из крупнейших районов Гомеля. Он молод, но уже имеет устоявшиеся традиции, обычаи и свои особенности. О том, как он живет, растет и развивается, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Дмитрий Олейников работал на республиканском производственном унитарном предприятии «Гомель Облгаз». Начинал старшим мастером-энергетиком, затем инженером отдела техники безопасности и главным инженером газонаполнительной станции. С 2004 по 2014 год руководил филиалами республиканского производственного унитарного предприятия «Гомель Облгаз». В период работы на предприятии в 2009 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Глава администрации советского района 17 декабря 2014 года. Является депутатом Гомельского городского совета депутатов 27 созыва. Женат, воспитывает сына. На вопросы, касающиеся работы администрации советского района города Гомеля, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона 77 68 45. Дмитрий Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Более трети всего населения Гомеля сегодня проживает в советском районе. А именно сколько вы называли эти цифры? Где-то около 172 тысяч на сегодняшний день они проживают в советском районе. Прекрасно. А какими еще цифрами и фактами вы можете охарактеризовать место и значение советского района в социальном, культурном и экономическом плане нашего города, конечно? О советском районе я могу говорить очень долго, поскольку я родился, вырос и вся моя сознательная жизнь проходит в советском районе. Родители мои из советского района. Советский район – это треть промышленности города Гомеля. Это на сегодняшний день 40% промышленного потенциала именно в советском районе. Я хочу сказать, что в советском районе расположены такие прекрасные предприятия, как Гомельский химический завод, ДСК, Мелковито. Если приводить такие факты, то есть на сегодняшний день Мелковито переработало такое количество молока, что можно собрать железнодорожный состав длиной от Гомеля до Мозыря. Это вот наша Мелковито. Ну, впечатляете фактами и примерами. Гомельский химический завод, да, тоже он уже за последний год выработал такое количество удобрений, да, то есть которые, ну, сопоставимы, наверное, если засеять поле, то есть такие, как, наверное, Могилевская область, да. То есть это вот наш Гомельский химический завод. Все, ну, от 17 домов из 23 сданных в городе, это построил домостроительный наш комбинат. Поэтому наш район очень довольно с серьезным потенциалом промышленным, ну, также и социальным, да, то есть у нас расположены три вуза. Это и политехнический наш известный, и кооперативный, и МНИЦО. Наверное, нету такого нигде у нас в городе. В нашем районе, значит, это 24 учреждения среднего образования. Одна из лучших гимназий не только, наверное, города и области, а и республики, это 51-я гимназия. Где столько медалистов и так много олимпиадников. Да, я хочу сказать, что данная школа, наверное, по олимпиадникам, особенно за последний год, ну, она просто предназошла все, ну, это был золотой выпуск, скажем так, в этом году. Я был на выпускном вечере, то есть это было очень-очень приятно наблюдать. 17 из республиканского уровня олимпиадников, вернее, победителей, да, из 30 городских победителей, 17 это только 51-я гимназия. То есть, ну, нам есть чем гордиться, нам есть о чем говорить. Спасибо за ответ. Интересный ответ. Кстати, у нас есть на связи телезритель. Давайте слушать его вопрос. Здравствуйте. Убрала. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и озвучьте ваш вопрос. Меня зовут Смирнова Татьяна. Я хотела узнать, будет ли в дальнейшем у нас в городе, в Советском районе, находиться система Гомель-Лифт или ее уберут? Переведут это полностью на компьютерный узел. Вот такой. Чувствуется, как это актуально для вас. Спасибо за вопрос, Дмитрий Вадимович. Вот такой, такая тема. Я абсолютно скажу уверенно, что ничего пока переводиться никуда не будет. Предприятие Гомель-Лифт тоже расположено в Советском районе. Это район Западный, да? Да, на улице Владимирова, да. То есть, никуда оно переводиться не собирается, ни ближайшее, ни потом, время, насколько мне это известно. Ну, я думаю, что никаких таких вот вопросов, я думаю, что не будет. То есть, как работала Гомель-Лифт, так оно и будет работать, будет обслушивать наши лифты. Спасибо за ответ. Я призову телезрителей к активности. Пожалуйста, звоните. Дмитрий Вадимович, ну вот о некоторых предприятиях вы уже успели рассказать, но более подробно, как складывается экономическая ситуация в районе? Я хочу сказать, что довольно неплохо складывается, да. То есть, если прошлый год, ну, он, скажем так, был, наверное, очень сурово, суровый, да, то есть и в мировом потрясение было экономически, то для Советского района мы заняли на сегодняшний день первое место среди районов города по социально-экономическому развитию. То есть, наши предприятия занесены на доски почета, как и городские, областные и республиканские. Наше предприятие, Гомельский химический завод, оно на областной доске почета уже шесть лет подряд. То есть, у него прекрасные показатели, оно постоянно добавляет в своих показателях, в производственных показателях, довольно неплохая зарплата. То есть, они достигли зарплаты в тысячу рублей еще в прошлом году, и это очень приятно осознавать, и на этом не останавливается. У них шикарный социальный пакет. Предприятие Мелковито. Прошлый год тоже для них был успешным. Оно заняло первое место по своим показателям в Советском районе. Предприятие ДСК постоянно работает над улучшением качества своего работы, на своем производителе. Самый дешевый квадратный метр ДСК производит в республике. В республике, подчеркиваю, да. То есть, недавно состоялось, был премьер-министр, то есть, дана высокая оценка и тем, той работе, которая проводится на данном предприятии. Так. Флагманы наши, опять же, то есть, это и завод «Централит», и на нашей территории, и коммунальник, и, то есть, как малые и большие предприятия. Еще раз хочу подчеркнуть, что довольно неплохо, то есть, мы довольно неплохо выполняем те социально-экономические показатели, которые доведены правительством. Я думаю, что и в дальнейшем будем так же работать. Спасибо. Есть у нас еще один телефонный звонок, давайте слушать. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Владимир Иванович. Владимир Иванович, очень приятно слышать вас. Да, хотел бы задать такой вопрос. Пожалуйста. Когда в ближайшее время, или, может, в перспективе, что-то будет сделано с горами отходов химзавода, и не попадают ли эти отходы в горизонты артизианских или грунтовых вод? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы работаете на химическом заводе? Или вы где-то недалеко живете? Уже отключился телезритель. Довольно актуальный вопрос, этот вопрос часто задают. Ну, довольно актуальный, да. То есть, вот, ну, практически всегда этот вопрос задается. Очень много было статей, мы писали в газетах, да, то есть, это уже, наверное, там, с года 2010-го, когда я уже, скажем так, уже активно занимаюсь этой проблемой. Были разные предложения, пока, ну, как бы не нашли они своего экономической реализации, поскольку это очень дорогостоящие довольно проекты. Ну, я хочу сказать, да, то есть, отходы – это фосфогипс, да, то есть, на сегодняшний день в грунтовые воды ничего не попадает, то есть, это тоже с уверенностью можно сказать. Далее, то есть, если там, ну, вот, последние статьи, которые были, писались о фосфогипсе, то есть, как мировая практика вообще, то есть, этих отходов, да, ну, его, ну, добавляют даже в питание коровам, да, то есть, ну, о чем можно говорить, да, то есть, если животные едят, и потом мы употребляем это молоко, которое проходит все-все возможные, там, нормы санитарные, ну, то есть, все, все проходит. Проекты по ликвидации или уменьшению этих гор все-таки рассматриваются? Они рассматриваются практически постоянно, и предложения поступают, да, но экономически на сегодняшний день очень невыгодно, да, то есть, заняться их переработкой, да, то есть, продукция, ну, то есть, очень будет емкая, энергоемкая по производству, и она не будет, скажем так, востребована. Пытались производить гипсы, ну, непосредственно из этих, пытались какие-то редкоземельные металлы из них извлекать из этих гор, но это очень-очень дорогостоящее, наверное, на сегодняшний день рассматривать еще, как сказать, преждевременно. Спасибо за ответ. Ведя беседу о советском районе, нельзя не затронуть тему строительства. Именно здесь, буквально за несколько лет, вырос рейтинговый у новоселов, так называемый, курортный микрорайон Гомеля, Шведская горка. Наша съемочная группа побывала на месте. 59-й микрорайон Шведская горка свое название получил от урочища, которое было здесь несколько десятилетий тому. А вообще это место древние стоянки людей, правда, еще во времена Советского Союза здесь намыли грунт, поэтому говорить об исторической ценности этого места не приходится. Сегодня район называют курортным, так как построен он практически на берегу Сожа. С верхних этажей этой 16-этажной новостройки, известной пока под строительным номером КПД 39, вид на реку открывается потрясающе. Впрочем, для самих жильцов это, возможно, немаловажный, однако не основной фактор. Сегодня главная цена и качество. В последние годы думостроительные предприятия области провели модернизацию производства, и теперь те же крупнопанельные плиты по качеству на порядок выше. В связи с модернизацией завода уровень плит, сравнить с старостью, значительно лучше. Например, в отделочных квартирах мы уже не выполняем полное шпаклевание поверхностей, как это было раньше, а с целью экономии трудозатрат и материалов тех же. Только сопряжение плит, где участки бетонирования, либо штукатурки проходят. Поэтому качество значительно повысилось. Что касается цен на коммерческое жилье, то они значительно снизились. Если еще три года назад за квадратный метр в Гомеле могли попросить и до тысячи долларов, то сегодня эта цифра практически вдвое меньше. В том же КПД 39 квадрат в однокомнатной квартире стоит 1160 белорусских рублей, в двух и трехкомнатных – 850. При этом значительно повысились требования к качеству работ, включая благоустройство прилегающих территорий. Сегодня сдать дом без ухоженного двора, как это было еще несколько лет назад, невозможно в принципе. Как больше не могут позволить себе строители и пренебрежительного отношения к качеству работ. Сегодня стоимость жилья можно снизить на отказе от тех же архитектурных декоративных элементов и сокращении сроков строительства. Однако экономить на качестве никто не рискует. Контроль многоуровневый и постоянный. В первую очередь прорабам, производителям работ. Есть у нас отдел контроля качества Гомельского ДСК, которые периодически выезжают на объект и осматривают произведенные виды работ, дают добро дальше работать или не работать. Если где-то что-то, какие замечания есть, устраняем. У нас еще контролируют и УКС, есть технический надзор и есть гостроинадзор, инспектор приезжает, тоже контролирует. Ну а больше всего это общественный контроль, инициативные группы, сейчас жильцы приезжают, смотрят свои квартиры, когда делают. Поэтому, можно сказать, по что контроль идет за строительство. Мы приходили, мы осматривали, нам все понравилось, нас все устроило. Мы несколько раз нас приглашали, чтобы мы осмотрели свои квартиры по строительству, по самому благоустройству. Все-все-все нас устраивало. Где поставить кровать, а где телевизор с компьютером? Через несколько недель в этой квартире эти вопросы будут решать ее владельцы. 59-й микрорайон «Шведская горка» расширяется и уже года через три, вероятно, будет самым востребованным среди жителей советского района. В настоящее время здесь введено в эксплуатацию уже 26 домов, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В плане увеличения этой цифры почти в два с половиной раза. Я бы не сказала, что очень тяжело купить квартиру. Если жилье надо, надо постараться половину своих наличных и половину берем кредит. Дмитрий Вадимович, мы посмотрели сюжет и самое время бы его обсудить, но у нас на линии есть телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. 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 Как вас? Меня зовут Елена, моя фамилия Кожемянькина. Я житель советского района. Хочу поблагодарить администрацию района в лице главы администрации, в первую очередь, за то, что наконец-то организовали на озере, так сказать, Роповском пляж. Мне кажется, что и не только мне, и многим моим знакомым, которые пользуются этим местом, это лучший пляж в городе. Чистый, аккуратный, все новое. Есть места и для отдыха, есть место, где купить какие-то прохладительные напитки. Единственное, что, большая просьба, предусмотреть какие-нибудь зонтики от солнца, потому что, когда с детьми отдыхаешь и солнцепек, хочется куда-то детей прятать от солнца. Это первое. Второе. В прошлом году, значит, в парке фестивальной появился прекрасный городок для детей. И я, как мама, воспитывающая ребенка, сейчас находясь в декрете, хочу вам сказать, что этот городок очень пользуется популярностью многих мам, воспитывающих детей, проживающих в Советском районе. Побольше бы такого, и вам большая благодарность. Спасибо, Елена, за добрые слова и, скажем так, за акцент на определенных моментах. Это очень приятно. Вы видите, Дмитрий Владимирович, какие ответственные жители в Советском районе. Да, ну я услышал. Зонтики мы обязательно предусмотрим на Роповском пляже. Он, я думаю, что будет еще получать свое развитие. То есть у нас очень много идей в этом направлении. Мы будем развивать вот этот именно пляжный отдых в микрорайоне, в пятом микрорайоне. Это как и Роповский пляж, и Любенский пляж. То есть я думаю, что мы не остановимся на достигнутом. Он будет только хорошеть и как-то благоустраиваться. Этому уделяется огромное внимание, поверьте мне. Ну а теперь по теме стройка. Несмотря на то, что Советский район достаточно плотно застроен, да и Шведская горка практически сформировалась, есть и Советскому району куда расти. Это правда? Да, конечно. Правда. Вот расскажите, пожалуйста, где сейчас идет строительство новых домов и какие перспективы по строительству новых домов? Ну, я хочу сказать, что все-таки основная площадка строительства в Советском районе это 59-й микрорайон Шведская горка, о котором сейчас был сюжет. И мы дальше продолжим его развитие. То есть на сегодняшний день это порядка, наверное, 10 тысяч жителей уже, скажем так, получили новые квартиры. Емкость, так называемая, данного микрорайона, он где-то примерно 30 тысяч. То есть одна треть получается? Да, то есть мы планируем этот и следующий год стать самым крупным районом и попытаться потягаться железнодорожным районом по количеству жителей, проживающим в районе. Но при этом уделяются еще такие места, на сегодняшний день рассматривается и будет строиться на улице Косарева, проспект Октября, вот в этом деревне Давыдовка, там прикроется, там группа домов вырастет. Дальше за кооперативным институтом площадка. Вы видите, как улица Барыкина приобретает новый современный вид. И уже на сегодняшний день сданы два дома. И дальше будем продолжать. Вот уже домостроительный наш комбинат, он уже рассматривает. Я думаю, что в следующем году приступит к этой площадке, которая напротив третьей школы. То есть угол Барыкина и улицы Гомельской напротив третьей школы тоже вырастет прекраснейший дом, который, наверное, только украсит наш район. И мы этому очень-очень много уделяем. Там же у нас находится сквер Шевченко. Совершенно недавно прошел субботник. Мы попытались этот сквер, скажем так, восстановить силами предприятия, силами администрации, работников администрации. Они все вышли. Мы привели деревья, то есть прилегающую территорию, покрасили скамейки. Это делается специально. Вы видите, какая насыщенная улица Барыкина, какое количество там автомобилей, какое количество людей. И мамочкам, то есть очень будет сложно в этих домах, да, то есть очень мало зон для, скажем, отдыха и прогулок. Даже для простой, спокойной прогулки. Да, прогулки, да. То есть вот мы вот на этот сквер, который расположен возле кинотеатра «Октябрь», я думаю, что мы вот в ближайшие годы, то есть он, ну, как-то сказать, приобретет новую жизнь. Да, приобретет все-таки новую жизнь, да, то есть которая в этом сквере была и до этого. Дмитрий Вадимович, это очень хорошо, но есть у нас еще один телефонный звонок. Давайте слушать. Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Пескуна Ирина Николаевна. Я представляю интересы жителей 11 многоэтажных домов на улице 70 лет БССР и Давыдовская. Мы, жители, хотели бы поблагодарить Оленька Дмитрия Вадимовича за его внимание к жителям вопросов. Мы 14 раз попробовали обратить в кожуруб Советская. Нам объяснили, что по вопросу благоустройства дворовой территории, спортивных площадок и детских сейчас нет финансирования, ни один из домов наш не подлежит модернизации. Мы, жители, начали собирать свое финансирование, но когда не хватило наших денежных средств на спортивную площадку по мини-футболу, мы обратились к Оленькому Дмитрию Вадимовичу. Он нас принял, на приеме граждан принял, выслушал. И тут же был решен вопрос о том, что спорту в нашем дворе быть. У нас уже организована площадка, подвезен песок и завезен отсев. Жителями приобретены ворота, и мы надеемся, что мы отрисованную схему по благоустройству доведем до конца. Спасибо, Дмитрий Вадимович, что вы есть, и наши вопросы решаются. Спасибо и вам за то, что вы сами инициировали это и участвовали в этом очень активно. И этому есть место быть. На нашей площадке уже есть приобретенные жителями два комплекта качелей, уже есть детский деревянный корабль, и дети очень ждут игровой комплекс. И к нам уже обращаются другие дворовые территории, представители, с чего начинать и как начинать. У вас уже есть определенный опыт, вы уже теперь знаете. Спасибо вам большое, всего доброго, спасибо за вашу активность. Дмитрий Вадимович, а у меня вот такой вопрос. Многие жители, ну я скажу, что я тоже жительница советского района, и многие соседи, друзья, знакомые спрашивают, а что будет на месте рынка Быховского? И когда это будет? Ну, к сожалению, этот, скажем так, долгострой, то есть такой он, с 2012 года была продана эта площадка, когда-то там был рынок, продавались плодовощная продукция, еще что-то, да, то есть и компания Юнифуд, это сеть магазинов Алми, да, то есть выкупила данную площадку, она выкупила ее на аукционе и гарантированно обещала нам, что там будет магазин. Да, вырастет огромный, да, гипермаркет со всеми сопутствующими, всеми моментами, да, но, к сожалению, то есть финансовое состояние компании немножко ухудшилось, и все было заморожено. Но ведется и на сегодняшний день разговоры, значит, с этой компанией переговоры. Совершенно недавно мы встречались, и руководитель данной компании все-таки пообещал июнь-июль приступить, активно приступить к работам по возведению данного объекта. То есть данный объект предусматривает не только магазин там продуктовый, но еще и общепит, стоянки, какие-то, ну, всевозможные развлекательные заведения, то есть это будет такой вот мини-маркет. Но там какой-то мини-кран уже стоит, уже стоит, наверное, с месяц. Я так думаю, что мы все надеемся, что может уже начались работы, нет? Нет, это еще, это рядышком, то есть это индивидуальный предприниматель, то есть магазин Одиссей, он немножко расстраивается, то есть он делает свое, благоустраивает, и, скажем, тот небольшой магазин, который у него есть, он делает его более привлекательным. А сама компания, к сожалению, вот должна, еще раз подчеркиваю, где-то конец июня, начало июля, то есть должны приступить уже к более активной реализации данного проекта. Проектная документация есть, она прекрасна, то есть ее можно там, о ней можно очень-очень много. То есть я думаю, что это будет украшением района. Спасибо. Дмитрий Вадимович, для нашего выхода в народ мы на этот раз выбрали вопрос, какие объекты нужны советскому району. Внимание на экран. Парковок не хватает, это однозначно. Ну и детских площадок, наверное, побольше бы. Не хватает детских площадок, негде гулять детям, как бы бегать, везде дороги. Ну, а так вроде все нормально. Ну, дороги, знаете, и колдобины есть, и всякие дороги. Советский район, наверное, один из самых красивых и самых лучших районов. Почему я сюда и переехал, вот именно в этот район. Мне очень он нравится. Здесь все продумано. До мельчайших подробностей. Для чего дизайнеры хорошо поработали, просто смотреть приятно. В нашем доме не хватает детских площадок. В нашем, вот мы живем 4Г, там площадка очень старая, железная еще. Особенно с такими детками, как у меня, два годика, негде играться. Надо ходить или в соседние дворы, или куда-то. Мне кажется, всех объектов хватает. Единственное, чего не хватает, качество обслуживания объектов. А так объектов нам хватает, в принципе. А что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что качество обслуживания в каждом объекте, чтобы было как-то немножко, немножко улучшилось качество. Не немножко даже, а на порядок. Например, в тех же больницах или еще где-то, чтобы люди получали достойные зарплаты. И если они что-то не выполняют, там имелась какая-то книга, 5-6 записей, если бы имелось на ту или иную врач, или какую-то уборщицу, или еще какую-то нянечку, то просто меняли человека потом. Если люди пишут жалобы. Нам надо быть как жителям, чистоплотными тоже, не сорить ничего. У нас красивый советский район. В советском районе парк фестивальный, замечательная зона отдыха. Так, дороги, в принципе, я не знаю, мне кажется, дороги смотрят. То есть, по-моему, этот вопрос под контролем всегда находится. Мне кажется, район красивый. А чего не хватает, я даже не знаю, чего не хватает. Надо просто людям немножечко самим еще смотреть за тем, чтобы все было вокруг чисто и красиво, поддерживать порядок. А так, по-моему, все делается очень хорошо. Ну вот такие разные ответы наших жителей. Спасибо им большое за их активность. И мы приступаем к следующим вопросам. Вот работа общественного транспорта у жителей советского района. Часто ли они обращаются к вам с такими вопросами? Ну, не так часто. Мы постоянно мониторим эту ситуацию с транспортом. Это, наверное, такие очень сложные моменты. То есть, людям у нас есть и спальные, есть и промышленные микрорайоны, где нужно выехать, нужно проехать. То есть, раньше очень было много нареканий. То есть, на Гомельский химический завод нельзя было попасть. То есть, там и транспорт ходил с перебоями. На сегодняшний день таких вопросов просто их нет. То есть, из 51 микрорайона, наверное, в любую точку города можно доехать без пересадок. То есть, и мы это тоже стараемся. Новый микрорайон открылся. Я имею в виду Шведскую горку, про которую сегодня очень много говорится. То есть, пустили автобус. Ну, он может быть очень, скажем, такой у него большой. То есть, обширный маршрут. Он очень много улиц захватывает. Но здесь еще рассматриваются вопросы рентабельности перевозок. То есть, мы хотим, чтобы наши автобусники, транспортники получали еще прибыль какую-то. Что-то зарабатывали, не только жили на дотациях из бюджета. Вот. Поэтому, я думаю, что, ну, как таковых вопросов просто их... Ну, если они будут возникать или они возникают, то мы их стараемся сразу разрешать. Ну, что касается Шведской горки, ну, это мой взгляд, да. Ну, сейчас летом, мне кажется, нормальный промежуток. Но зимой хочется, конечно, чтобы чаще автобус ходил, чтобы люди могли подъезжать, переезжать. Я думаю, это не проблема. То есть, будет наполняемость, будет востребованность этого маршрута. То есть, добавим туда автобусов. Я думаю, что это все решится. Дмитрий Вадимович, есть у нас еще один телефонный звонок. Давайте слушать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Викторовна. Я хотела бы попросить, чтобы у нас в микрорайоне Любинском произвели наведение порядок по парковке машин. Что машины, как улица 60 Летесер, дом 10, корпус 2, в сторону дома 12, корпус 1, также на улице Ивана Мележа, дом 6, дом 4, на тротуарной части, на газонной, паркуют после 20-21 часа, выходные дни, дневные часы стоят, разбивается бордюрный камень. Улица Богдана Хмельницкого, дом 124, около ЦТП 64, полно машин. За 47-й школой уничтожен там бордюрный камень, и газонная часть вся убрана машинами, вся прикатана. Не осталось ни единой травинки, ни куста, ни единого дерева. Можно, чтобы у нас работники ГАИ навели порядок. Спасибо за ваш сигнал, скажем так. Спасибо большое. Отслеживается эта ситуация? Эта ситуация отслеживается. К сожалению, так во всех, скажем так, в советском районе, во всех практически дворовых территориях, это проблема. На сегодняшний день те парковочные места, они все заняты, парковки-то разрабатывались, дома строились с тем смыслом, что гостевые парковки, то есть приехали-уехали, и стоянки у нас, вы посмотрите, да, то есть большое количество стоянок в советском районе, но они не востребованы. Ну, вы видите, экономят деньги. Ну, там, если по цене, то там, скажем, очень-очень далеко, скажем. Я всегда говорю, ну вы рискуете. Как вы рискуете, оставляем автомобиль тогда? Конечно. Ну, а с этим вопросом, который вы задали, я думаю, что мы наведем. То есть мы проедем здесь и с коммунальными службами, и с ГАИ, поработаем и наведем порядок, чтобы, конечно же, на зеленой зоне парковаться нельзя. Такой вопрос. Планируется ли в ближайшее время связать шведскую горку, микрорайон Любенский и Новобелицу по кратчайшему пути? Планируется. Есть проектное решение, конечно же, но оно очень, скажем, затратно финансово. То есть мы в этом году однозначно к этому вопросу приступить очень сложно будет, но я думаю, что мы будем рассматривать, чтобы это 18-19 год, к этому вопросу очень плотно подойти, поскольку районы развивающиеся, транспорта очень много, я думаю, что... И в объезд просто... Да, 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 то есть это и затратно, и объехать. Я думаю, что мы... Скажите, пожалуйста, спасибо. На чем акцентируется внимание при проведении работ по благоустройству? Акцентируется внимание... Ну, я хочу сказать, что советский район, мы позиционируем, во всяком случае, и администрации, и сами жители района, как самый благоустроенный, и мы стараемся, то есть малыми формами, какими-то нестандартными задумками, вот наш район благоустраивать. Оживить, кажется, что... Да, оживить, да. Мы даже конкурс проводим, у нас ежегодно проходит конкурс, это студенты пятого курса объединения, ну, не только пятого курса, да, то есть нашего института, архитекторы молодые, то есть они свои идеи, да, то есть и мы довольно, ну, солидный, скажем так, нам по моим меркам приз даем, да, то есть именно тем самым лучшим идеям, самым лучшим, и пытаемся их, самое главное, воплотить в жизнь, да, то есть вот эти их идеи, вот, что они могут, да, то есть вы знаете, там у нас и в парке фестивальной, и в парке скамеек, и влюбленных, то есть это все, поверьте мне, придумано вот этими архитекторами молодыми, и мы, я думаю, что вот неплохо, а вот совсем недавно КСК, то есть такая компания, подарила остановку, если вы по проспекту Речицкому едете, да, то я хочу тоже ее поблагодарить, то есть они сами подошли, то есть сами пришли с предложением, и сами его воплотили, то есть это листок, он накрыл, как бы, остановку, ну, нестандартно подошли к этому решению, ну, а мы... Это их идея была? Да, абсолютно их, от начала до конца, и мы ее просто поддержали, ну, слова благодарности данного предприятия. Это очень здорово. Скажите, Дмитрий Вадимович, как вот вы оцените участие самих жителей Советского района в благоустройстве самого района? Ну, я только хочу поблагодарить, вы слышали телефонный звонок, где меня благодарили, я со своей стороны... В ответ. Да, в ответ я хочу просто сказать слова благодарности, вы поверьте, да, то есть такие целеустремленные мамы, которые вот сами, своими руками, своими деньгами, да, то есть абсолютно, вот, ну, просто мне пришлось только здесь поддержать, то есть их начинание, ну, и как не поддержишь, когда люди сами хотят, сами воплощают, и поверьте, они будут содержать, они будут смотреть, чтобы это какие-нибудь вандалы что-нибудь не сломали, не испортили, да, то есть и как дети эти бегают, ну, то есть это прекрасное вот начинание, и поверьте, что каждый двор, то я думаю, что если бы, ну, не если бы, наверное, он и так и есть, да, что у нас в каждом дворе есть такие инициативные люди, которых мы будем поддерживать и будем с их помощью, с помощью каких-то спонсорских денег, ну, к сожалению, на все дворы денег не хватает, да, то есть, но вот так вот точечно, поверьте, да, то есть, ну, очень-очень приятно, что на 70 лет БССР вот есть такие неравнодушные люди. И спасибо вам большое, то есть, вот, пользуясь вашим эфиром, я им говорю слова благодарности огромные. Ну, мне кажется, что такие неравнодушные люди есть в каждом микрорайоне советского района, ну, может быть, они просто не позвонили, но вы о них точно знаете. Дмитрий Вадимович, ну, советский район – это западная ворота Гомеля, главные улицы, конечно, радуют глаз, а вот как дела обстоят на более отдаленных? На тех, которые нуждаются в реконструкции? Я хочу сказать, да, то есть, ну, если так вот по определению, в советском районе очень большое количество частного сектора. Это более 200 улиц на сегодняшний день, да, то есть вот за предшествующие годы, за последние там 3-4 года, мы 100 улиц заасфальтировали, да, на сегодняшний день. Конечно же, артерии такие, как Богданна Хмелицкая, улица Полеская, да, то есть являясь въездными воротами, да, то есть если по улице проспекту Космонавта приятно проехать, да, то мы здесь попадаем на улицу Полескую, это, скажем так, основной маршрут движения из города Минска, то мы видим, ну, не очень приглядный частный сектор, который уже, скажем так, морально и архитектурно уже не является украшением, скажем, нашего города. Поэтому вот в ближайшей перспективе улицей Полеской очень активно займемся, очень активно займемся ее благоустройством, расширением и движением, то есть по этой улице, я думаю, что в следующем году она тоже будет, как и улица Барыкина, вы вспомните, да, то есть какая она была, да, то есть маленькая, узенькая эти дома, то есть там, ну, один-два дома, может, еще и можно было, скажем так, на них посмотреть, но все остальное было очень-очень удручающе. Сейчас, я думаю, что, подойдя к этим вопросам и с ними, следующий год он, наверное, будет таким показательным для района. А вот этот участок проспекта Речицкого от Кольца и до Сосновой не планируется расширять? От Кольца и до Сосновой планируется. На сегодняшний день пока вот выполняется, если вы видите, возле администрации, то есть пока идет реконструкция, она не большая, не масштабная на сегодняшний день, но планы такие есть, рассматриваются. Я думаю, что проектные решения будут, и в 2018-2019 год мы вот именно этими вопросами будем заниматься. Спасибо. Дмитрий Вадимович, еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Наталья Борисовна, я жительница Советского района возле рынка Особцы. Вы знаете, просто очень быстро хочу попросить, сделайте, пожалуйста, какую-нибудь остановку для стариков, которые приезжают на кладбище, прямо возле новой территории кладбища. Нету ни перехода для стариков там, машины носятся на больших скоростях, ограничений скоростей нету. И люди выходят с кладбища с палочками, хотя бы какие-то пеньки там поставьте, чтобы можно человеку было, старику присесть. Пожалуйста. Хорошо, Дмитрий. Спасибо, спасибо, вы услышаны, спасибо. Я думаю, что это... Дмитрий Вадимович все помечает, я это вижу. Дмитрий Вадимович, еще такой вопрос. Ну, как мне кажется, что только у администрации Советского района есть такая прямая связь с помощью газеты. Это так? Да, действительно, я хочу сказать, что... Как вы оцениваете вот этот вид связи с жителями? Очень неплохой вид связи, действительно неплохой. С 96-го года выходит газета, она выходит, может быть, небольшим тиражом, 6500 экземпляров. Это очень читаемая газета, я вам скажу. Я в этом даже уверен, потому что, ну, обратная связь, то есть, основные вопросы, конечно же, которые в газете существуют, трубники, на которые, ну, то есть, отвечают. Газета помогает, то есть, и главный редактор приходит с какими-то конкретными вопросами, которые жители района задают, и мы стараемся их разрешать. Очень газета... Сайт администрации Советского района и газеты, он как бы неразрывно связан, и там порядка 2500 посещений в сутки у нас происходит. Ну, я хочу сказать, что, наверное, было бы очень сложно без газеты общение, да, то есть, в таком объеме, в таком количестве, такое количество людей, с которыми можно было бы что-то, какие-то вопросы решать. А вопросы, опять же, очень разные, да. Да, вот я и хотела спросить, а с какими вопросами в основном обращаются жители? Это и трудовое законодательство, это и жилищная политика, это, ну, конечно же, коммунальные вопросы, они всегда и везде, то есть, это наиболее волнующие, скажем так, вопросы. Это и вопросы социального какого-то направленности, это и про школы спрашивают, и про детские сады, то есть, ну, масса вопросов, которые на сегодняшний день с помощью газеты мы стараемся их осветить и разрешить. Спасибо большое. Всего две минуты остается, но еще несколько вопросов все-таки. Давайте попробуем достаточно быстро. Что из реализованного за последние годы вы считаете наиболее значимым, реализованного в Советском районе? Реализованного в Советском районе, ну, опять же, так сказать... Однозначно, да. Однозначно, да. Для каждого жителя свое. Да, каждому жителю свое. То, что мы стали благоустраивать, если берем капитальный ремонт домов, то и дворовую территорию стали делать, опять наладили работу с уличкомами, да, то есть, это тоже мощный, тяжелый пласт, который подсказывает те проблемы частного сектора, которые существуют. Реализовано, скажем так, ну, что еще, честно сказать, да, 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 то есть, уже как бы и растерялся. И, наверное, важна вот эта связь, о которой мы уже сегодня неоднократно говорили, администрации и самих жителей, которые с инициативами довольно часто выступают. Дмитрий Вадимович, есть у вас возможность пожелать всего наилучшего жителям района? Пожалуйста, вот это ваша камера. Уважаемые мои дорогие жители Советского района, да и всего города Гомеля, я желаю всем добра, успехов, здоровья, чтобы у вас все получалось. Ну, а город Гомель уже неоднократно признается самым благоустроенным городом республики. И давайте поддерживать и такому всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам, Дмитрий Вадимович. Уважаемые телезрители, Дмитрий Вадимович Олейников, глава администрации Советского района Гомеля, сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok